Раскрытие своего потенциала внутреннего я разделил на несколько направлений. Первое направление учеба, второе отношение с самим собой, третье отношение с природой, четвертое отношение с семьей, пятое отношение с социумом и шестое отношение с Богом. Учеба. Грудной возраст. Можно учиться в грудном возрасте? Ребенок в утробе матери находится. Учиться можно? Можно. Если мать захочет и знает, как это делать. В грудном возрасте, когда ребенок в утробе и в самых ранних этапах жизни, человек получает духовное знание, он получает веру. Потому что человек в это время самый чистый и самый глубокий. То есть карма или судьба, она загрязняет сознание человека. Чем больше она влияет, тем больше затуманенность сознания. У ребенка нет никакой затуманности, он абсолютно чистый. Поэтому обязанность главной матери, некоторые думают женщины, что должна бременная женщина делать. У нее два варианта обычно, работать или не работать. Бременная женщина должна молиться. Она должна заниматься духовной практикой, потому что это самое лучшее время, самое главное — семя положить в сердце своего ребенка. Это самое лучшее время. Это вот этот вот внутриутробный возраст, вот это вот раннего развития ребенка. Поэтому Бог дает женщине беременной, Он дает очень сильное чувство, сильную веру. То есть она очень глубоко может погрузиться в духовную жизнь, в этом состоянии. Естественно это для нее, естественно. Поэтому главное для беременной женщины — это взаимоотношение с природой. Это дает возможность сохранить ребенка. Потому что все эти повышения тонуса, там недостаточно развития, это значит, что не хватает энергии. Она должна больше двигаться, гулять, больше быть на свежем воздухе, есть по возможности пищу, которая, ну естественно, выросла без химии сама. Дальше с любовью относиться к людям, больше быть окруженной родственниками, любовными отношениями и молиться. Вот обязанности женщины. В результате ребенок получает хорошее вот это внутриутробное развитие. Закладывается очень сильно глубоко вот сознание это все. До пяти лет человек получает возможность понимания, что такое правильная семейная жизнь. Потому что глубоко закладывается понимание, что такое любовь. До пяти лет ребенок чувствует любовь между родителями. Поэтому, если родители культируют отношения любви, и эти отношения возможны, потому что до пяти лет, когда ребенку, то в семье энергии любви очень много. Ребенок создает такую ситуацию теплых отношений. И если люди понимают, что это самое главное, вот именно теплые отношения, не пытаются там выяснять отношения, самое главное теплые отношения, то ребенок получает такую внутреннюю возможность потом в жизни глубоко относиться к близкому человеку. То есть, сохраняться семья будет лучше. Возможность сохранения семьи возрастает сильно. Если люди уделяют этому внимание, для развития человека, это самое важное, вот до пяти лет. 5-8 лет происходит нравственное воспитание. В это время нужно, что такое хорошо и что такое плохо. Крошка, сын к отцу пришел и спросил от Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. В это время с пяти до восьми лет человек постигает нравственные ценности мира. И вот именно их надо закладывать в это время. Говорит, что плохо, что хорошо. Объясняет человеку. С восьми до тринадцати лет развиваются творческие способности человека. И поэтому в это время нужны всякие кружки, всякие вот вложить силы, чтобы творческая активность, радость, творчество, какой-то деятельности, которая приносила бы счастье, ребенок должен постичь. С тринадцати до восьминадцати лет человек должен обрести самоконтроль. Главная обязанность человека, когда идет половое созревание, очень сильно теряется способность контролировать себя. У человека энергия любви начинает хлистать. И в это время, если, допустим, девочки выучились раздельно, мальчики отдельно, очень много времени удивлялось именно вот этого способности владеть собой, тогда в обществе меньше было бы бардака, потому что, когда вот эта бесконтрольность детей считается нормальным, что дети что хотят, то и вытворяют, в школе, похоже, уже вообще отпустили узды. Ну, то есть дети уже начинают целоваться там в этом возрасте, там обниматься, то есть учителя уже не могут ничего контролировать, и современная культура считает, что это нормально, так и должно быть, то тогда результат к восемнадцати годам человек становится уже таким полностью развращенным, то есть он уже циником становится, он не знает, как правильно себя вести, потому что с тринадцати до восемнадцати лет человек должен обуздать эту половую энергию, он должен научиться владеть собой, и в это время как раз люди учатся владеть собой, хорошо в это время научиться работать над собой, это самое лучшее. С восемнадцати до двадцати пяти лет человек должен учиться своей специальности, он должен включить направленность своего должна быть в этом. Именно в 18 лет человек обретает способность примерно понять, что ему делать в жизни, и он должен до 25 лет освоить какую-то специальность. С 25 до 45 лет человек вырабатывает профессиональные навыки, строит семейные отношения, занимается внутренним развитием. С 45 лет и дальше главная цель жизни — это духовное развитие. Если человек не выполняет эти нормы в этом возрасте, то он не идет в ногу со временем, и в результате диссонанс идет. Допустим, после 45 лет человек решил наконец понять, чем ему в жизни заниматься, какой работой заниматься. Это уже другое время. Здесь надо уже работать. Чем как где работаешь, там и работа. Если ты хочешь раскрывать внутренний потенциал, после 45 лет надо уже больше думать о духовном развитии, потому что в это время энергия человека не идет в деятельность, она идет во внутреннее развитие. И судьба человека так сильно его прижимать начинает, что просто работая он не отделается. Ему нужна молитва, ему нужна духовная жизнь, чтобы судьбу в таком возрасте побеждать. Если он этого и не имеет, значит, судьба его начнет гнуть. Люди, которые после 45 лет только одной работой увлекаются, значит, их пригибать судьба начнет. Они не смогут развиваться, раскрывать свой потенциал. Это вот учеба. Мы с вами поговорили о учебе. То есть время, что делать, оно действует на человека. И в каждый временной промежуток свое раскрытие. Если человек в этот промежуток что-то другое делает, может быть, это так диктует время. Допустим, дети в основном учатся с обучением специальности идет 7 лет. Ну, то есть дети учатся там математика, физика, химия. Все это приводит к обучению специальности 7 лет. Но никто не отменял нравственное воспитание, творческие способности, самоконтроль. Никто не отменял. Если человека не мотивировать в этом направлении, в этом возрасте, то он не будет раскрывать свой потенциал. Он будет недоразвитым. Нужно, чтобы человек в этом направлении тоже двигался, несмотря на современную систему образования. Чтобы она поменялась, нужно слишком много поменять в жизни. Надо камеру переставить на 40 сантиметров в сторону. Вот так вот сюда. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Вот, отлично, да. Можно чуть даже на меня еще. Вот так она. Все. Теперь она никому не мешает. И рад вас видеть. Отношения с самим собой. Все зависит от того, что страдает. Если человек чувствует, что у него в жизни какие-то проблемы, ну, кто сильно обижается, или не может отвязаться от какого-то события психического, у него какие-то эмоциональные трудности, или он себя плохо понимает, плохо осознает. То есть он чувствует какое-то внутреннее напряжение или депрессию, то это значит, что ему нужно делать статические упражнения. Какое-то положение неподвижное, поза. Допустим, можно стоять прямо неподвижно. Лучше всего включать молитву в это время. Ну, включать, имеется в виду, повторять. Или настрои какие-то. Я желаю всем счастья. Потому что просто одно положение тела, оно не работает, нужна попитка еще психическая. Человек не устоит. Долго, если он себя не питает, свой звук, активизирует разум в деятельности. Когда разум работает, то он дает силы аскезу совершать. Если разум не работает, звука нет, значит, нет куда силы брать, человек не может выстоять. И когда человек неподвижно находится, допустим, стоит в одном положении. Сначала тело затекает, потом дальше начинается жар в теле, потом дальше как будто бы оно немеет, и потом легкость в теле. На стадии легкости освобождаются от нагрузки психические каналы. В это время это меняет наше психическое восприятие мира. Психические заболевания лечатся именно так, с помощью этой методики. или трудности с психикой, какие-то обидчивость, напряжение и так далее. Все это означает забитые, зажатые психические каналы. Раскрытие своего предназначения невозможно в этом случае, внутренний потенциал раскрывать невозможно, если ты не делаешь именно это. Нужно делать в этом случае именно это, если у тебя напряжена психика. На втором ряду, вот женщина, светлые волосы, вот сейчас напряжена психика. Надо делать статические упражнения. Не смейтесь, я вам принес пользу своим советам, если вы это будете делать. На втором ряду, не вы, а вот за вами девушка. Она не была готова услышать мой совет. Вот ничего. Все нормально. Психическое напряжение не означает, что человек болен. Все испытывают какое-то напряжение, но иногда именно это является, вот девушка в светлом. Вы. Да, статические упражнения, вам станет легче. Правда? Честно, я не слышу, что кто-то пел. Не-не, подождите, вот там прямо у вас за стенкой, да? Поднимите руку, кто вот находится в такой ситуации жизни. Давайте все пересаживайтесь оттуда. Пересаживайтесь. Двери открыты насквозь, иначе будет душно. Чуть-чуть приокройте, чуть-чуть приокройте двери. Кому душно? Поднимите руку. Кому душно? Холодно всем. Хорошо, чуть-чуть. Чуть-чуть при закройте, не полностью. Хорошо. Да. Ага. Массовое переселение у нас. Да. Ну, сейчас мы немножко... Давайте тогда мы какую-нибудь песню включим. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А то, что понято с трудом, то мне дороже. Я как бы много чего не так делал в жизни. Ну, ничего страшного. То, что понято с трудом, то мне дороже. В этом смысл жизни человека. Вот. Поэтому мы с вами проводим время в этих беседах, что нам это дороже. Итак, видите, я показываю пальцем, потому что видно, вот девушка в светлом на четвертом ряду. вы, напряжение психическое. Нужны статические упражнения. Они снимут напряжение и станет легко раскрывать себя, станет легче жить. Так, что такое статические упражнения, я вам рассказывал на прошлых лекциях. У нас есть специально по здоровью. Была лекция недавно в Москве. Можно ее найти, скачать бесплатно. У нас все бесплатно. И послушать еще раз. Там есть разные положения тела. Они предназначены для разных побед. Когда человек стоит прямо, он просто может терпеть судьбу неподвижно. Если он стоит на коленях, он не просто терпит, он ее принимает уже. Когда человек садится на ягодицы, вот так сидит, он может пробивать уже своим сознанием. У него волевые функции включаются. Под Масана, по Золотосу, вот так вот человек, концентрации учится, концентрироваться. Когда человек сидит, стопы вот так вместе, колени разводит, то он учится спокойствию и очищению от ненужных желаний. Основные положения для победы над судьбой. Теперь, если вы чувствуете, что у вас в теле какие-то проблемы, то что-то болит, ломит, то лапы ломит, то хвост отваливается, то шерсть лезет. Это значит, что нужно двигаться. Нужны динамические упражнения, потому что динамика лечит тело, а статика, психику. Если человек просто бегает, или он делает зарядки, каждый человек сам чувствует, что ему надо, выбирает что-то для себя, он чувствует, это ему лучше, приятнее. Надо выбирать, что приятнее сначала, а потом, что тяжелее делать в конце. Если вы хотите вылечить тяжелое заболевание, надо делать то, что тяжелее. А если вы хотите начать двигаться, то делать то, что легче. Потому что, когда ты делаешь какое-то упражнение тяжелее, там находится болезнь. Но сначала этого не надо делать. Сначала надо делать то, что легче. Допустим, легко бегать, бегайте. Чувствуете прыгать тяжелее, значит, там болезнь. Подпрыгивать начнете потом, попозже. Но в любом случае, динамическое движение означает, что человек избавляется от болезни тела. Потому что есть болезни психики, есть болезни тела. Психика лечится статическим упражнением, тела движения. Понятно, да? Это мы говорим об отношениях с самим собой. Из-за этих двух видов отношений с самим собой, человек нормально жить не сможет. Потому что тело не двигаясь, оно становится больным. Движение, есть статическое движение, есть динамическое. Статическое, когда человек застывает, что в теле двигается? Психика двигается. А когда человек двигается сам, что двигается? Тело. Все. Из движений нет жизни. Дальше двигаемся. Питание. Что такое питание? Отношение с собой. Питание – это отношение с собой? Отношение. Питание означает загрязнение ума и очищение ума. Почему? Потому что пища в основном подсказывать не надо. Вот лучше слушать. Пища в основном. Сейчас никому не мешает, там дети не поют. Все нормально? Молодцы. Все хорошо. Я вообще вот не слышу отсюда. Там, наверное, как-то имеют по местности. Красиво? Вам нравится уже? Хорошо. Итак, смотрите, пища, она, конечно же, является кирпичиками для тела. Конечно, она кормит тело однозначно. Но, если говорить о пропорциях, то где-то 30% пищи приходится, берет тело и 70 ум. Ну, например, взять полного человека. Любой полный человек хочет кушать как минимум два раза в день. Хотя, у него достаточно питательных веществ внутри. Если человек полный, у него нормальные запасы, и он может жить пару недель вообще без еды, в принципе. Но кушать хочется два раза в день. Причем как хочется? Хочется кого-нибудь порвать. Так сильно хочется кушать, что хочется кого-нибудь порвать. Портится настроение, человек злится. Он как бы не контролирует себя. Это означает, что кушать хочет ум. Потому что, когда тело хочет кушать, то человек испытывает слабость, снижение работоспособности, вялость. Он чувствует, что у него нет сил. Знаете, что когда, если вы не будете кушать часов 8-9-10, тогда наступает этот эффект. Но, когда хочется кушать через 4-5-6 часов после того, как поел, то это желание кушать идет от ума. Это означает, что умственная или психическая энергия слабла. Если человек кушает ту пищу, которая связана с позитивом, с чистотой, с радостью, тогда он очищает ум своей пищей, потому что он не кормит отрицательные эмоции. Когда человек кушает пищу, которая связана с насилием, или связана с какими-то неправильными эмоциями, например, пищу готовили в ресторане для того, чтобы денег заработать. Просто быстрее смешали и вывод это все себе внутрь. То есть вы получили эмоцию. Причем человек сначала в первый раз, когда он в ресторане такую пищу кушает, он думает, что-то ему не нравится здесь кушать. А потом привыкает и уже все нормально. Потому что ум уже не может отличать что хорошо, что плохо, если он этим уже наполнился сам. Он изнутри уже не может различать. Когда человек что-то не кушает плохое, через некоторое время он понимает, что это плохое. Но если человек уже давно кушает, ему непонятно, что это плохое. Он не может. Но тем не менее следует знать, что пища предназначена или для загрязнения ума, а если ума загрязнена, ему очень трудно ориентироваться в обстановке. Чистый ум как зеркало, он чувствует все. Грязный ум не понимает многих вещей. Поэтому человек должен изучать, какая пища очищает ум, какая пища загрязняет. Так как пища это очень сильный объект привязанности, поэтому я не буду говорить конкретно. Вы сами изучайте. У меня есть книга, сейчас вышла по правильному питанию, изучайте, почитайте книжку, послушайте, поизучайте. Что-то вы примете, что-то нет, потому что мы привязаны к пище, это объект сильных желаний пищи. дальше. Дальше режим дня. Зачем нужен режим дня? Солнце, когда встает, что происходит? Человек все оживает, все становится радостным, энергия идет вверх, позитив. нас нас утро встречает прохладой, нас песни встречает, там ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пеню гудка. Стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше, только утро заиграет у ворот. Оказывается, утро играет у ворот. А что, почему оно играет у ворот? Потому что солнце восходит. «Знаю, счастье нас с тобой ждет, ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет». Пора ненастное проходит, когда солнце восходит, оказывается. «Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее». То есть, солнце восходит, это время оптимизма, радости. «Ра солнце даст, давать радость». Таким образом, если человек встает раньше восхода солнца, он раньше встает, чем солнце поднимается. Это значит, что он находится в активной жизненной позиции, потому что в основном все встают, когда солнце уже возошло, оно их за нос тянет, и человек так, и вот уже встает потом, когда его за нос притянули, но это уже поздно, потому что волевые функции у человека заторможены в этом случае. Надо встать самому. И потом, когда человек встал, уже он бодрый, в это время солнце, оно начинает поднимать его психическую энергию вверх. Если же человек спит, он, солнце не может поднимать психическую энергию вверх, оно психическую энергию разжигает, человек становится очень чувствительным, если не встает рано, он становится раздражительным, капризным, депрессивным, ленивым, нет? Вечером заснуть не может. У вас перенапряженная психика, перевозбужденная психика, да. из-за этого. Это не значит, что у нас нет жаворонков, сов, мы все орлы. Понимаете, все орлы, но в отношениях с временем мы не можем быть орлами. У вас перенапряженная психика. Из-за этого давление начинает страдать потихоньку. Поэтому маленькое, что страдает. там спазмы в голове из-за этого низкого давления. Нужно снимать напряжение, вам не хватает энергии земли, воды. Больше по земельке гулять, больше воды. Молодец, отлично. Вот так делайте. Расснимайте напряжение себе. Такая у вас природа, склонность такая есть, кот к этому ничего не сделаешь. Ну это не отменяет правила. Надо вставать раньше, ложиться раньше. Если человек рано встает, то он становится оптимистичным. То есть что делает режим дня? Режим дня он высвобождает энергию человека. Если человек раньше времени встал, раньше солнца встал, его энергия вся, ему не надо себя активизировать, его не надо себя заставлять быть счастливым. Это само собой происходит в его жизни. Поэтому люди и когда рано встают, они чувствуют, как хорошо, они радуются миру, им нравится все. Когда человек поздно встал, мне не нравится, потому что у него накопилась горячая энергия в психике, чувства разожглись, они начали чувствительными стать, слишком сильно стали, и человек начинает нервничать, злиться. То есть режим дня предназначен для высвобождения энергии. Если человек кушает, допустим, в обед, у него пища переварится с помощью энергии солнца. Если он кушает позже, больше, много пищи кушает позже, то есть утром и вечером надо кушать понемножку, а в обед надо кушать достаточно много. Если человек так делает, тогда у него в результате солнце все переваривает само, он свою силу не отдает на пищеварение. Но если человек поздно покушал, допустим, вечером наелся сильно или рано утром, то тогда солнце уже садится или восходит в это время. И пища в результате не переваривается качественно, энергия ума уже. У ума тоже есть огненная энергия, она идет на пищеварение. И человек допустим работает, он печатает на компьютере или читает книгу. И в это время у него вся энергия ума через 40 минут после такой плотной еды она идет в живот. 40 минут проходит, раз, и резко энергия уходит в живот. Начинается пищеварение. В результате первое, что возникает у человека возникает синдром застывшей строки. То он так раз, 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 раз. Он не может дальше, потому что ум уже не соображает в это время синдром застывшей строки. Потом дальше следующий синдром кивка. Еще больше энергии ума уходит и он такой начинает кивать, он уже ничего не соображает, он думает, что он книжку читает в это время, даже не может понять, что он ничего не читает. Уже все, отключился ум, не может понимать. И потом следующий это синдром желтого пятна. Он и вытекает. На книжке увидели внизу желтое пятно? Это значит, человек не кушает правильно. У него утром и вечером он кушает много. То есть надо кушать в обед много, а вечером и утром поменьше. Можете стать детективом в этом плане. Я вам раскрыл секреты Шерлоком Холмс. Итак, двигаемся дальше. Если человек рано ложится спать, значит он сильно отдыхает. Поздно ложится спать, Луна восходит, она расслабляет человека. Луна восходит в 6 вечера. То есть через вечер человек должен сворачивать свою работу, где-то меньше уже напрягаться, иначе он против воли времени будет идти. Луна восходит, значит энергия расслабляется у человека и чувства становятся очень чувствительными. И человек должен в вечернее время отдавать семье. Он должен любить всех, радоваться детям, жене, мужу, быть счастливым до 10 часов вечера. А там надо уже спать, ложиться, мои хорошие, потому что иначе отдыха качественного не будет. Если человек не лег в 10 вечера, у него нервная система не отдыхает. Нервная система отдыхает с 10 до 12 вечера. Потом дальше отдыхает тело у человека с 12 до 2 с 2 до 4 отдыхает чувства. Бывает человек рано очень встает, вроде выспался, а потом как-то еще плохо остается. То есть чувства перенапрягаются, они не отдохнули, приходится опять ложиться спать. То есть другими словами режим дня тренирует волю, потому что мы как бы хотим жить правильно в ногу с временем и высвобождает энергию. Больше сил становится. Мы говорим что у меня сил нет? Значит ты сам напрягаешься, а так может солнце, луна с тебя напрягаться. Они все могут делать в организме. Человек высвобождает силы вызывает. Дальше и эти силы идут уже на раскрытие внутреннего потенциала человека. Дальше режим дня. Мы говорим об отношениях с самим собой. Нравственное знание изменяет отношение к жизни. Потому что отношение к жизни сильно влияет на саму жизнь. Допустим многие люди ищут счастье в работе больше чем положено. Они думают что-то у меня работа не очень. Она всегда не очень, потому что в деловых отношениях нет глубины. они по природе не глубокие. Там нет глубины, нет сильно большой любви. Это деловые отношения. А любовь или удовлетворенность человека, или счастье идет всегда через отношения. Если человек не имеет глубоких отношений, счастья нет. Ну на работе какие там глубокие отношения? Там просто выполнение своего долга означает, что ты можешь там на работе какое счастье получить? Счастье развития, счастье достатка финансового, счастье хорошего, допустим, социального положения ты можешь иметь, но это счастье не слишком глубокое. Это счастье возможностей. Конечно, когда кто-то не может купить пирожок, а ты можешь, это всегда приятно, но это счастье не имеет глубокую природу. Такое счастье не имеет глубокую природу. Это счастье возросших возможностей, просто уменьшается страх за свое самосохранение, страх жизни ослабевает, человек думает, я уже счастливый. Нет, он не счастлив, он просто расслабленный. Допустим, человек богатый, он такой, я допустим, когда в самолет захожу, первый бизнес-класс, там люди такие, вот такие. Вот такие, но они расслабленные просто, это не значит, что они счастливые. Расслабленные это хорошо, это уже лучше, чем быть напряженным. Вот, но это не глубокое чувство. Глубокое чувство означает отношения, но отношения не могут быть глубокие на работе, это означает семья уже, глубокие отношения это семья и духовная жизнь. Поэтому, если человек чувствует, ему счастья не хватает, ему не хватает личных отношений и духовной жизни. Только в духовной практике человек чувствует огромное счастье, даже в личной жизни так много счастья не почувствуешь, потому что там еще экзамены приходят создавать. А вот в духовной жизни, когда воскричается на духовных программах, в храме, там уже много может быть счастья, потому что люди там пришли, чтобы испытывать счастье. В отношениях с Богом очень много счастья. И в свои эмоции каждый человек счастье получает. Например, некоторые люди испытывают счастье в эмоции раскаяния, смирения. Некоторые люди испытывают счастье в эмоции победы. Допустим, в мусульмане они Аллах Акбар, то есть они эмоции победы над судьбой, им счастье приносят. Допустим, в ведах эмоция праздника во время служения, эмоция праздника. Нравится так служить Богу, в праздничном настроении такое. Праздничное настроение, смирение, чувство победы, разные эмоции, разные веры. Допустим, в буддизме тишина, эмоция тишины, спокойствие, отношение с Богом и так далее. Каждая духовная традиция даёт свою эмоцию, включает свою эмоцию любви, через которую идут строиться отношения у человека, раскрывает свой потенциал. Потому что если энергия любви глубокая не движется внутри, человек не может развиваться. Энергия любви развивает человек. Если человек весь зажатый, зашоренный, он от работы ищет счастье, он думает, там главное счастье, он не будет развитым. Счастье от глубоких отношений идёт. В семье это через какое-то время происходит. Нужно их развить сначала, близкие отношения, чтобы там счастье пошло. А в духовной жизни сразу у человека это возникает. Итак, погружение в нравственное знание даёт человеку изменение отношения к жизни, он знает, откуда счастье уже брать. Вот он нравственное знание изучил, он всё разобрался, где какое счастье, откуда можно брать. Допустим, человек говорит, что-то я устаю, нет сил. Значит, ему не хватает контакта с природой. Вот этого счастья не говорит, ну иди пробежись там, зарядку сделай на свежем воздухе, что-то некогда. Не некогда, а у тебя нет знания, что это надо сделать, у тебя нет волевого усилия, у тебя нет как бы к этому стимула. Вот если надо в туалет, у человека есть стимул, он бежит сразу. Потому что он знает, что если этого не сделаешь, то будет. Точно так же, как бы если чувствуешь, что усталость какая-то, ну значит, тебе не хватает природы, иди, заставь себя, побеги на улицу, пробегись, не обращай внимания на людей, которые думают, что ты какой-то странный. Конечно, быть счастливым — это всегда странный человек. Никогда нормальный человек счастливым быть не может. Особенно в большом городе. Больном, правильно сказал. Не оговорился. Не бойтесь необычности своей, не бойтесь. Допустим, мы в гостинице с Максимом врачом, моим помощником, вышли из этого гостиницы, вот эти вот, в спортивной одежде. И охранники такие, раз на нас. Мы необычные. Ну что теперь сделать? Ну пошли бегать. В основном все там ходят такие, ну а мы бегать пошли, вот такие. Ничего страшного. Надо самому принять свою необычность. Обычным человеком не проживешь нормально в этом мире. Вот. Таким образом, часто человек чувствует, что у него что-то не хватает в жизни. Что-то не так. Вот у меня что-то не так. Не хватает нравственного знания. Нужно изучать, как правильно жить. Это и есть нравственное знание. Тогда ты поймешь, чего тебе не хватает. Потому что часто человек делает не то, что ему на самом деле не хватает. Он чувствует, что что-то не хватает. Идет в парк Горького и там. Вот. И он думает, что ему этого не хватало. Нет, не хватает чего-то другого. Изучай. Может быть, ты не оттуда счастья ждешь. Может, чем-то не занимаешься в жизни. Допустим, чувствуешь одиноко себя. Одиноко. Пустота в жизни. Пустота. Значит, не хватает правильных отношений с людьми, с этим миром. Не обязательно бегать везде, дружиться со всеми. Не обязательно. Просто желать всем счастья на улице. Достаточно. Уже отношения пошли. Если так будешь культивировать месяца два, заставлять себя надо. Ты стоишь на остановке, что происходит? Естественно. Естественно, тебе хочется притянуть глазами автобус. Это естественно, потому что все этим занимаются. А надо себя заставить желать всем счастья, даже тем, кто притягивает глазами автобус. Всем желать счастья на остановке. Человек в основном ждет жизни. Он метро ждет. Метро чем надо заниматься? Желать всем счастья. Это волевое усилие. Надо заставить себя. Когда заходишь в метро, ты должен заставить себя быть счастливым. Чтобы все ждут, когда выйдут из метро. А надо быть там, жить же надо в метро. Если человек не хочет жить в метро, он устает за время этой поездки. Он выматывается. И потом, ну что ты это устал. Потому что ты занимался там ничем, чем надо. В метро надо желать всем счастья. Этим надо заниматься. Потому что делать там больше нечего. Ждать это не вариант быть счастливым. Потому что когда человек ждет, его счастье уходит в будущее. Счастье ушло в будущее, он истощен. Счастье-то сейчас нужно. В настоящем. Девушки, смотрите, какое преимущество. Все девушки в метро ждут. А вы радуетесь жизни. Что это значит? Шансы познакомиться возрастают десятки раз. Вы в преимущественном положении оказываетесь. И людей вокруг много. Чувствуете, какой совет хороший? Работу не могу найти. Не могу найти жену. Не могу вырваться из нищеты. Что-то не получается переехать. Поменять жилье, вырваться из долгов и так далее. Это значит, что вам не хватает молитвы. Потому что прорвать судьбу может только духовная практика. Это может быть молитва. Или посещение святых мест. Или контакт со святыми личностями. Там святая Матрона и так далее. То есть это то, что дает возможность человеку преодолевать непреодолимые события. То есть если чувствуешь, что одиноко, то надо с людьми учиться желать им счастья. То есть одиночество означает, что нет контакта с людьми не хватает. Пустота внутри, нет контакта с людьми. Вот этой энергии не хватает тебе. В отношении с людьми. В отношении начинаются просто «я желаю всем счастья». Они в сердце начинаются. А потом, когда ты в сердце поменял отношение к людям, тебе начинают хорошие люди клеиться, дружба по ним появляется. Это вторая стадия. А первая стадия – надо себя заставить желать всем счастья. Ты потом заметишь, что ты не желал никогда и не желал всем счастья. Ты был оторванный, одинокий, поэтому у тебя никого нет вокруг. Когда человек начинает с людьми контакт устанавливать, у него потом все налаживается в жизни. Не хватает вот этого, значит. Большинство женщин проблема только одна – не хватает отношений с людьми. Поэтому одиночество. Бывает иногда нужна молитва, чтобы прорвать судьбу. Вроде бы все нормально делаю, а что-то вот вообще ни с кем не могу познакомиться. Значит, нужна молитва, чтобы прорвать судьбу. Видите, я не говорю сейчас о раскрытии своего потенциала, я не говорю сейчас о каких-то видах разума, я не хочу сейчас об этом говорить. Главный пример – проблема современного человека – это нехватка сил. Поэтому прежде, чем мы эту тему не разберем, как силы брать, откуда, мы не будем идти дальше. Отношения с природой. Если человек чувствует беспокойство, он чувствует, что нет умиротворения в сердце, нет отдыха, значит, не хватает отношений с землей. Отношения с землей означают, надо думать о земле. Думать о земле. У меня есть одна песня. Это поют из моей команды и сочинили эту песню. Из моей команды, ребята, девчата. Я сейчас поставлю эту песню чуть-чуть. Вы ее, может быть, уже видели. Называется «Моя земля». Найдите в интернете этот файл. Это очень сильно настраивает. Это мощная вещь вообще. Настраивает на отношения с землей. Очень мощно. Потому что земля — это личность. Сейчас чуть-чуть посмотрим, послушаем. А потом вы дома будете этим заниматься. Вот так надо настраиваться на Мать-Землю. Это примерно вот такой вот настрой. И отношения с землей означают также... Если человек просто занимается гимнастикой, двигается, надо настраиваться на Землю именно с уважением. Тогда спокойствие, отдых и чувство умиротворения приходит человеку в сознание. Понимаете? То есть это чувство означает нехватка просто определенной энергии внутри. Когда человек чувствует, ему не хватает гармонии, бывает что-то замыкает, сердце колет, там давление прыгает постоянно, гармонии с телом не хватает, гармонии не хватает с людьми в отношениях. Или человек боится погоды. Сегодня там дождь, ему не нравится, завтра слишком солнечно, не нравится, послезавтра холодно, не нравится все время погода. Значит, что нет контакта с энергией воды. Энергия воды гармонизирует все и внутри, и снаружи. Человек становится гармоничным с природой. Он гармонично ко всему относится. Ему все нравится в этом мире. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодает. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Это энергия воды. Она дает такое настроение. Сейчас в виде песни мы его изложили. Если человек чувствует, ему не хватает силы, не хватает выносливости, не хватает влияния на других людей, он чувствует, что слабо действует на других людей, не хватает влияния, то ему не хватает энергии воздуха. Означает, что нужно движение на свежем воздухе. То уже он не отвертится, чтобы начать бегать. Потому что энергия воздуха, она дает интенсивную силу внутреннюю. Человек становится выносливым, сильным. Допустим, если взять классический пример, такой боксер, такой крепкий, и ему как бы бьют, бьют ему лицо. А ему хоть бы что. Это энергия воздуха, много энергии воздуха. Человек такой крепкий, как бы девушки стройные, красивые, такие высокие, стройные, худые. Это энергии воздуха много. У женщин выражается в стройности, у мужчины в силе. Энергия воздуха, энергичные люди, влиятельные, активные. Энергия воздуха, движение на свежем воздухе. Молодец, скинула головой. Правильно, это ваше. Вам это надо, вам не хватает этого. Правильно, молодцы. Ловите свое на лекции. Внимательно слушайте, ловите свое, и делайте потом. И будет раскрываться ваш внутренний потенциал. Дальше. Солнце, энергия солнца. Пессимизм. Женщинам всем нужно солнце, потому что всегда противоположность. Если, допустим, женщинам нужно солнце, потому что больше воды и земли внутри. Но также, если женщина не может зачать ребенка, и вода и земля уже нужна. Своя женская энергия нужна. Есть женщинам, которым не хватает солнца, не хватает правильных отношений с мужчиной. А есть женщины, которым не хватает отношений с женщинами. Если женщина чувствует, то она сильно устает в отношениях с близкими людьми. Ей надо больше трендычать по телефону. В отношениях с женщинами нужно... Всю-сю-пусю нужно вот это вот. Ну, то есть отношения с женщинами нужно. Наполняться женской энергией. Это также отношения с природой. Вода и земля. Женские энергии в природе. Но если женщина чувствует... Или мужчина чувствует... Не хватает оптимизма. Мужчине не хватает развития. Он чувствует развитие. Не развиваю что-то я. И не хватает возможностей в жизни. Это значит, что не хватает энергии солнца. Какой пример, допустим, людей, у которых внутренний потенциал, связанный с солнцем, очень раскрыт. Этих людей можно найти на фотографии Политбюро ЦК КПСС. Все такие мордяшки, кругленькие такие. Внутренний потенциал раскрыт. Все еще. Крепенькие такие. Визжательные. Вот. Это энергия солнца. Эта энергия солнца, она так вот, о чем? Мордастики такие. Становится такие. Вот энергия солнца таким делает человек. Солнечная энергия нужна. Когда человек к солнцу правильно относится, его он наполняет вот такой силой. Силой влияния, оптимизма. Способностью побеждать судьбу. Развитие в его жизни начинается. То есть ему не хватает просто этой энергии, потому что человек — это не самодостаточное существо. У нас организм устроен по принципу батарейки. Нам мы постоянно должны чем-то питаться. Не только пищей. Мы питаемся воздухом, водой. Да? Мы дышим. Нам нужна вода и питание. Думаем, что этого достаточно. Но есть еще психическое тело. И у каждого человека оно требует что-то свое. Если человеку не хватает солнца, это не значит, что надо ехать на юг. Солнце можно получать прямо в Москве. Не обязательно, чтобы оно светило. Главное на него настроиться, особенно на восходе. Можно выйти на балкончик или посмотреть в окно. Всего 10 минут в день. Просто я желаю всем счастья и мысленно направляем свой взор туда, где должно восходить солнце. Даже если его не видно. Вы получите эту силу внутрь, даже если вы этого не понимаете. Сразу это не понимается. Человек может так, допустим, месяц делать каждый день и потом почувствовать, что он прям совсем зарядился оптимизмом. У него появилась возможность влиять на людей и как бы возможность сильно, как бы сильную позицию в жизни занять. Меня на работе не продвигают. Меня еще что-то меня не уважают. Это энергия солнца. Никто меня не любит, никто не уважает. Это энергия солнца. Чувствительности. Человек зашуганный такой весь. Илья Геннадьевич, что-то постоянно на меня кто-то влияет со всех сторон. Это означает чувствительность очень высокая. Бывают мужчины чувствительные, бывают женские. Женщины в основном более чувствительны. В шесть раз чувствительнее, чем мужчины, женщины. Деревья. Энергия деревьев. Дерево, оно стоит же, не двигается и копит вот эту энергию психической стабильности. Видите, мы говорили, когда человек не двигается, он становится стабильным. У него психика пробивается. Но дерево постоянно стоит и не двигается. Там же тоже находится душа внутри дерева. Она просто там спит. Когда человек думает, ну что-то не высыпаюсь, ну надо выспаться. Тело дерева, пожалуйста. Спи 200-300 лет. Высыпайся. Выспишься, потом дальше активная жизнь уже. Активная жизненная позиция. Если хочешь просто радости от жизни, радости не хватает. Тело животного. Каждый вид животного своя радость. Я вам серьезно говорю, это не шутки уже. А если хочешь развиваться, понять, что такое жизнь, тогда тело человека. Разумное существование. Человеческое тело не предназначено ни для отдыха, ни для наслаждения. Оно предназначено только для развития. И когда человек развивается, он тогда получает и отдых, и наслаждение. Если человек заставил себя, он стал счастливым. И человек заставил себя, он почувствовал себя отдохнувшим. Просто так, спонтанно, не получается. Попробуйте себя сравнить с кошкой. Вот у кошки она расслаблена просто так. Дерево просто так отдыхает. А человек не может. Ему даже, чтобы заснуть, нужно усилие. Видите, разные виды тела, но разные дают возможности человеку. Поэтому мы можем использовать это, потому что, если человек хочет лечиться, если человек хочет стабильности, то энергия дерева. Потому что трава — это энергия очень тонкая, она так гармонизирует все в организме. А деревья — это сильная энергия, они пробивают энергетику человека. Они ее наполняют, дают силу, особенно большие, толстые деревья. Надо подойти к дереву, встать спиной. Если чувствуешь, не нравится, отходи. Если чувствуешь, спокойно, хорошо стало, стой. Это твое дерево, запомни его. Потому что у каждого вида дерева, допустим, у дуба 12 конституций. Из одного из 12 — это ваше. Полностью, может быть, вы не совпадете, но если просто приятно, вот запомни это дерево, и возле него встай раз в день, допустим, на 20 минут. Займись чем-то в это время, молитву читай. Это можно совмещать. 20 минут в день, стабильность, психическая защита через месяц уже придет. Человек будет чувствовать, что его ничего не беспокоит, он такой, как в танке становится, крепкий. Ничего не пробивает. В метро едет, все нормально. Проблем нет. Особенно девушкам хорошо вот такую энергию получать. Ну что, чувствительность очень высокая. Психической защиты не хватает. Энергия деревьев дает психическую защиту. И не смотрите, что над вами все смеются. Смеется тот, кто смеется без последствий. А? Над ним, видите, никто не смеется, потому что он так стоит, попробуй посмеяться. Некоторые жалуются просто мне. Олег Геннадьевич говорит, что-то все смеются. Я поэтому говорю, конечно, над вами сложно посмеяться, вы такой решительный человек. Вот я и всем предлагаю таким быть, как вы, чтобы не смеялись. И так отношения с природой дают человеку вот разные виды силы. Мы их все описали. Теперь дальше поехали. Не хватает стабильности в жизни. Все наперекосяк, все плохо, там разборки, здесь разборки, ругань, постоянно скандалы. И человек как ободренный пёс живёт. Что это значит? Это значит, что ему нужно сделать в жизни одну вещь. Принять характер близкого человека. Да? Вот когда человек принимает характер близкого человека, все виды неурядиц успокаивают в своей жизни. Просто принять характер близкого человека. Не бунтовать, а принять. Сразу всё, штиль вокруг наступает. Всё классно становится. И вот раскрывайте тогда свой потенциал. Не надо его тратить энергию за зря, на всякие глупости. Следующий стаб развития личности это служение близким. Когда человек принял близкого человека, дальше надо начать ему служить. Когда человек начинает служить близким людям, идёт развитие личности. Все качества, характера во время служения раскрываются. Он становится раскрытой, развитой личностью. Я когда прилетел из Красноярска, я заехал в ведический монастырь здесь под Москвой есть. И дал им лекцию, рассказал кое-что. Там у них банька есть, они меня попарили. И там вот такие люди очень такой, с сильной любовью служат, заботятся, любят служить. Потому что, когда человек занимается самосовершенствованием, его одно занятие это служить всем. Я наполнился вот этой вот энергией их, там был какое-то время, наполнился этой энергией, желание сделать счастливым тебя. Вот они так настроены, эти люди. Мы должны все стремиться к такому, потому что это единственная возможность развиваться как личность. Если человек в служении другим не находится, он не развивается как личность. Он замороженный. Если человек постоянно «Алег Геннадьевич, что-то у меня все плохо в жизни, все так тяжело у меня». И вот вопрос долгий, минут пять вопросов, и все, у меня, я, мне. Какой вывод можно сделать? Эгоист. Не эгоист, а просто человек на себе зациклился. То есть нужно побольше думать о других, служить. Не то, что думать, ты не сможешь просто думать, потому что судьба, она через боль приковывает к себе. Почему человек к себе прикован? Потому что так делает судьба. Тяжелый период жизни пошел, человеку больно стало, он раз и на себя зациклился. Все, он не может по-другому. Единственный выход, нужно начать в это время пересилить вот это чувство, что мне плохо, начать заботиться о других. Самый лучший способ выйти замуж, это начать консультировать девушек не замужем, которые, чтобы они вышли замуж и парней и встретишь себе как раз жениха. Я вам конкретно все рассказываю, конкретные как бы вещи. есть одна знакомая, она открыла женский клуб, консультировала всех и вышла замуж в результате. А что? Нормально. Итак, развитие личности идет отслужение. Когда человек становится верным кому-то, допустим, верит в старших, верит в близких, то он побеждает судьбу, вера побеждает судьбу. Нужно верить, кому-то верить в жизнь. Конечно, лучше в святую личность верить, собачку верить тоже хорошо. Тоже помогает. Например, ты веришь в собачку, моя хорошая, мы с тобой победим судьбу. Вот, тогда хоть какая-то помощь в жизни есть. Собачку, как будто веришь в собачку, она всегда тебе рада, лишь бы кормила. Вот. Но если ты веришь в святого человека, тогда победы будет больше, потому что в кого веришь, столько сил получается. Или, допустим, веришь в святое место, веришь в храм, в алтарь, допустим, огромная сила уже приходит в стати. Теперь, постижение своей природы. Вот чем мне заниматься в жизни? Через труд на благо других. Нет другого способа. Вот как мне понять, чем в жизни заниматься? ты должен начать не просто денежку заколачивать на работе, а начать какую-то пользу приносить. То есть, с целью трудиться что-то сделать другим полезное. Когда ты делаешь что-то другим полезное, в это время твоя природа, действие твоего раскрывается. Даже если ты не то, что надо, делаешь все равно. Ты делаешь что-то полезное, пересиливаешься, заставляешь кому-то тубаретку починить или еще ну вот все что угодно. В это время у человека открывается особый вид разума, который дает ему возможность понять, где, в какой деятельности вот такой на благо других он будет самым эффективным. У него появляется вот это чувство. И это и есть то, чем человек должен в жизни заниматься, чем работать. Поэтому очень важно человеку, который не нашел себя в труде, очень важно оторваться от себя, потому что все эти люди в основном сильно сосредоточены на том, сколько денег дают на работе, сколько там я зарабатываю. Если человек так сильно настроен на это, он никогда не сможет понять, где ему больше нравится работать. Невозможно. Нужно оторваться от этой идеи хотя бы между работой, между делом, ну что-то кому-то делать приятное, трудиться для кого-то. Приятно что-то сделать. Допустим,